друзья приветствую всех на канале как всегда хочу повторить за просмотры лайки подписки и комментарии спасибо что вы со мной мне очень приятно что количество подписчиков на моем канале увеличивается и это прям согревает как видите сегодня я решил немножко сменить лук решил что уже надоело вам наверное моя куртка кепка marvel или шапка вязаная и решил что надо переодеться надеть другую куртку шарф и заодно выгодят шапку которая в этом году еще ни разу не одевал я знаю что большинство из вас которые со мной знакомы лично давно ждали появление мади в кадре и вот специально для вас я ее одел поэтому ждут вас лайк лачок и так сегодня решил снять видео которое будет посвящено городу минску но городу минску моего детства соответственно и времена шапок таких объемных теплых помните наши мамы всегда ходили где бы они не находились в шапке с вами в поликлинику будут без пальто но в шапке и в театр пойдут шапки хотя театр по моему шапки не ходили ладно но время таки точно были и поэтому сегодня будет такой разговорный влог я буду рассказывать вам о своем минске детства делиться эмоциями впечатлениями и рассчитываю на то что каждый из вас тоже найдет кусочек чего-то своего моем рассказе ну если вам будет интересно и захотите поделиться своим мнением то обязательно пишите в комментариях я всегда на все комментарии отвечаю мне очень интересно иметь с вами обратную связь кстати и варежки видите как я делал двухпальцами поэтому такой ретро ретро ну и поскольку видео будет посвящено детству то логично будет рассказать вам где я жил в детстве и как пролегали мои маршруты по минску родители у меня жили и живут на западе 3 бабуля в то время жила в районе велозавода это метро пролетарская поэтому и маршрут детства проходил примерно в этих рамках то есть окраина города минска рядом с настоящий каменной горкой и обратная сторона из центов да тоже входил поэтому начнём с вами в какой-то промежуточной точке сейчас саду по мошенского и поворачиваю налево на проспекте дзержинского в сторону музыкального театра я помню тоже наверное не совсем детства но лет наверное 20 назад может быть плюс минус проспекте женского выглядел совсем не так как выглядит сейчас и времена когда только открылся простор в малиновке я помню очень хорошо и весь вот этот проспект буквально вот начинать того места куда мы с вами идем был двухполосный и по левую по правую сторону ничего не было такого массивного или как сейчас была малоэтажная застройка и поэтому до простора мы ехали на троллейбусе десятки на по моему и сейчас ходит в том же направлении поэтому все выглядело не так кстати если вам будет интересно вы можете залезть на яндекс там есть такая функция с человечком ставить этого человечка на карту и можно выбрать год просмотра окружающей вас территории можете обратить внимание как выглядел проспект дзержинского 10 лет назад даже изменения кардинальные друзья я покажу сейчас площади богушевича хочу отметить что пару лет назад к моменту открытия одноименной станции метро здесь реконструировали как саму площадь так и остановку со стороны немиги в сторону проспекта дзержинского что очень классно они наконец-то сделали хорошую остановку видите сколько здесь мест можно достаточно комфортно расположиться на остановке а раньше это было настолько неудобно что остановка буквально стояла возле холма и грубо говоря место пройти вообще не было это было дико неудобно но все исправили слава богу поэтому спасибо городу что сделал очень удобно друзья за моей спиной театр музыкальной комедии его было в моем детстве достаточно много мы с бабулей фанаты оперетты поэтому посещали его достаточно часто принцесса цирка летучая мышь мистер икс сильва что еще мы смотрели блин достаточно реально достаточно много оперетт смотрели к сожалению уже сейчас всех их и не вспомню но это театр однозначно был в моем детстве а по левую сторону видите строят жилой комплекс маэстро и торговый центр который уже тысячу раз хотели построить но никак никак сейчас вроде что-то начали строить но как-то мне кажется тоже вроде что-то приостановилось но будем верить что все планы реализуют хотя жителям дома которые находятся прямо за этим торговым центром видокс конечно в отвартили друзья мы с вами приближаемся уже к романовской слободе это был такой перевалочный пункт если вам нужно было поехать на комаровку или в экспобел то мы ехали на тридцать шестом до белиты площадь мясникова возвращались чуть-чуть назад и садились до соответствующие троллейбусы поэтому это такой тоже знаете кусочек истории все эти троллейбусы до сих пор функционируют маршруты не изменились поэтому 29 если нужно на комаровку а в экспобел по моему 46 и 37 вот немножко путаю житель житель а а а мы идем по улице не мига как вы видели на кадре я уже подхожу к городскому валу с левой стороны от меня зовут луч он был в моем детстве я помню что мы даже приезжали сюда фирменный магазин смотрели обувь но городской вал это было тоже такое своеобразное место перевалочной базы просто если нужно было ехать на немигу то девятый троллейбус довозил меня от родителей до немиги а еще я помню что в детстве всегда мы говорили например если едем на немигу или в центр города слова центр не говорили говорили едем город не знаю почему но как-то так было всегда то есть родители говорили все едем в город но это означало что мы едем на немигу а вот но это как-то всегда было такое место концентрации людей как вы понимаете никаких октябрьских зыбрьских тогда не было точнее улицы были но в моем детстве октябрьская это была улица завода кто из вас был на этой улице знает что посередине там есть трамвайные пути и моем детстве там еще ходили трамваи и выглядело вообще не так поэтому вот так я уже почти подошел к городскому валу здание цептор видите таким синим неоном горит появилась но где-то наверное годах двухтысячных и макдональдс на первом этаже тоже там был всегда но уже там не макдональдс как мы знаем а мы открылись а вот это здание где сейчас расположен белограпромбанк в моем детстве было постоянно закрыто и на ремонте пару лет назад наконец-то ремонт завершили и сделали там белограпромбанк даду пицца раньше там была какая-то другая пицца на первом этаже спар ну что-то такое какое-то короткое название ну и в ту сторону это уже станция метро фрунденская и мы с вами сейчас будем идти к торговому дому на немиге с правой стороны торговый центр метрополь но в моем детстве его тоже не было потому что центра этого не было здесь была такая горька постоянная грязь в дождь про торговый дом на немиге я уже не один раз рассказывал вам в своих блогах что это планировали делать таким пешеходным хабом скажем так отделяющим пешеходную часть от проезжей поэтому не буду повторяться я думаю что этой информации вам будет достаточно если захотите узнать подробно того можете посмотреть мои предыдущие влоги пешеходные помни а вот этот фонтан который находится в середине торгового дома на немиге с лестницы винтовой в детстве всегда был закрыт и не работал но несколько лет назад видите его от реконструировали просто реконструировали и он теперь летом работает ну давайте вам покажу витрины торгового дома на немиге который кстати забыл вам сказать по моему год назад перешел во владение универмага беларусь пешеходные на подсоторе и он на немье ролик о справа на нем стоят до сих пор и в воздухе мы сейчас забыла все следующем срегулятором lại и потому что если вы знаете, что вы хотите дальше просто убирать И, надеюсь, вы можете понять, что вы знаете, что об этом все, какие-то Я не берусь такое видео срегуляцию, в подсоторе, и я бы не могу Ну и опять-вторихи и оба perquèя, самое tends. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Потому что, как я вам уже говорил, это место было сбором всех минчан, я бы так сказал, в моем детстве И любой праздник, день города в основном, кстати, и день победы всегда ассоциировался с празднованием именно на Немике Мы с вами сейчас находимся, я сейчас повернусь как раз на берегу Свислочи И, конечно, сейчас не очень хорошо видно, но если присмотреться, сейчас я попробую вам показать Где тут фонарик? Вот фонарик, и вот прямо за ним в черном, как это сказать, ну в русле реки, да, в боковинке вытекает река Немишка В честь которой и названа эта улица Вот, и как раз вот на этой набережной всегда собирались все минчане на празднование дня города На Свислочи были всегда красивые салюты, я помню, один из таких Мы приезжали сюда с родителями, были еще мамины коллеги по работе, друзья Мы сидели на берегу на день города, или вот на день независимости, вот, блин, не помню, к сожалению Наверное, знаете, если это было лето, то это был день независимости И был такой потрясающей красоты салют, какие-то рыбки, по-моему Может, я уже, конечно, дорисовываю свое воображение и фантазии, но мне кажется, что это было И всегда вот на Немиге были такие прямо свои классные гуляния Что касательно Немиги моего детства Давайте сейчас про это поговорим Значит, за моей спиной вы видите собор Святого Духа В этом соборе меня крестили На площади возле него раньше не было вот этих вот зданий Это построили в годах 2010-х примерно А мост возле Белпромпроекта в прошлом году По-моему, это все-таки был прошлый год Реконструировали, потому что, как вы помните, там одна часть его рухнула А если же мы с вами посмотрим на саму Немигу Мы с вами сейчас увидим здесь небоскреб И здание торгового центра галерея Раньше, в моем детстве и до недавних времен там было общежитие А если посмотреть вот так И вы видите такое здание с прикладной крышей Это дворец Спорта До ввода в эксплуатацию Дворца Республики Все значимые и такие крупные мероприятия и концерты Проходили именно во Дворце Спорта Это такой универсальный проект И если вы загуглите в интернете То найдете достаточно много советских и постсоветских, вернее, городов Где будут такие же Дворцы Спорта Но наш уникальный А почему? Советую вам зайти в Гугл и посмотреть Оставлю это на вашей совести Сейчас иду по старому городу Ну и, собственно говоря, в моем детстве он выглядел точно так же Поэтому даже не могу вам сказать Изменилось здесь что-то Ну, конечно, изменилось Окна пластиковые появились Посады подштукатурили Заведения новые открылись Опять же Ну, примерно все так же было на своем месте А вот если говорить по противоположной сторону Где сейчас находится отель То раньше здесь была городская больница Поэтому тут точно изменения кардинальные Ну что, друзья Мы с вами уже находимся на площади Парижской коммуны А это значит, что мы с вами подошли к театру оперы и балета Беларуси На моем канале есть видео с этого театра Так что, если будет вам интересно, советую посмотреть Ходили сюда с моим коллективом с моим коллективом с моим коллективом с работы Смотреть балет «Спящая красавица» Очень рекомендую Ценителям и неценицелям Потому что ходить в театры нужно Это расширяет наше мировоззрение Также обогащает наши духовные ценности Поэтому очень рекомендую Ну и, конечно же, в моем детстве тоже был этот театр Мы сюда ходили чаще всего на балет Нежели слушать оперу Но на оперу тоже пару раз ходили По-моему, это был Евгений Онегин Лебеди на озеро балет 100% Поэтому вот так А, еще три поросенка было детская Точно А в музыкальном театре мы ходили на золотого цыпленка Блин, прям сейчас помню Класс Что по театру? Театр пару лет назад реконструировали Поэтому театр претерпел изменения Так же, как и площадь Сперед и возле него Это касается памятника Максиму Богдановичу И построили также фонтан очень красивый, каскадный И там здесь вообще потрясающе и волшебно Ну и сам театр Театр поставили фигуры на их историческое место Ну что, друзья, на этом, я думаю, мы с вами Закончим наше видео первое И если вам будет интересно Чтобы я рассказал о других местах Минска своего детства Обязательно ставьте лайк и пишите комментарии Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Потому что без этого сложно понимать Что вам нравится, а что нет А мы с вами увидимся в новых видео Хочу поблагодарить вас за просмотр Надеюсь, вам понравился такой формат Разговорный больше И без всяких там поездок Большого количества музыки Как-то так Увидимся с вами в новых видео Спасибо, что вы со мной И всем счастливо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Субтитры Алексею Дубровскому